Еще одна тема, которую я хочу затронуть сегодня, это тема правильного ношения ребенка на руках. Маленький малыш не может самостоятельно передвигаться в пространстве, и его маме, а иногда и папе, бабушке и дедушке приходится много часов в течение дня перемещать его в этом пространстве у себя на руках. И вот то, как вы располагаете ребенка на своих руках, может или никак не влиять на него, или способствовать его развитию. И ведь это очень просто, поскольку те упражнения, которые мы вам предлагали, им нужно уделять особое внимание, повторять это несколько раз в день, продумывать те условия, в которых вы занимаетесь с малышом. А ведь носите на руках вы в любом случае, и правильно располагая, вы можете помочь своему ребенку правильно развиваться. Итак, как правильно расположить своего ребенка на руках. Ношение на животе. Этот способ ношения подходит как новорожденным малышам, так и 7-месячным детям. Учитывая то, что ребенку свойственно неожиданно резко двигаться, родители боятся выкладывать свое чадо на животик. Но это совершенно напрасно, так как положение на животе может стать опасным для ребенка только во время сна. Вы преодолеете свой страх, если при ношении на животе заметите, как хорошо ваш малыш может держать головку. При ношении на животе ребенок учится немного приподнимать голову, тренирует спину и пытается вытягивать руки вперед. Но для того, чтобы он делал все то, что я сказала, вам нужно правильно расположить ребенка в положении на животе в своих руках. Руки ребенка лежат на вашем локте и на повернутом под углом немного вперед предплечье. Живот малыша вместе с нагрузкой всего туловища лежит на другой вашей руке. Обе ноги младенца остаются свободными. Обратите внимание на то, что локти ребенка находятся перед плечами, а руки выступают еще дальше. Ношение на животе помогает научиться ребенку лежать на животе и укрепляет мышцы спины. В таком же положении, что и при ношении ребенка на животе, вы можете положить его к себе на колени. Так вы можете легко в игровой форме научить ребенка такому трудному и требующему больших усилий упражнению, как переворачивание на живот. Ваши предплечья удерживают руки младенца впереди. Живот и таз малыша лежат на ваших бедрах. При таком положении руки ребенка должны находиться выше уровня его таза. Это достигается тем, что ваши бедра расположены на разной высоте из-за того, что одна нога лежит над другой. Этот способ ношения малыша особенно подходит для ребенка возрастом с 3 по 6 месяц. Ношение на руках сбоку также может быть естественным положением и для только что родившихся младенцев. Вашему ребенку удобно в таком положении, потому что его голова лежит на вашем плече и предплечье в немного наклоненном вперед положении. Одновременно тренируются и мышцы шеи. Руки малыша лежат на ваших предплечьях, а ваши ладони держат стопы ребенка. В таком уютном гнездышке ваш малыш чувствует себя вашим младенцем и одновременно может рассматривать свои руки, ноги и играть с ними. Ноги согнуты и разведены в бедрах и коленях и смотрят друг на друга. Такое положение считается естественным для данного возраста малыша. Не забывайте при ношении поворачивать малыша налево и направо, чтобы избежать однобокости. Данное ношение ребенка на руках восполняет потребность малыша в ласке и тренирует подвижность бедер, тазобедренных суставов, а также стимулирует движение головы и ног вперед.